Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Глава о семье. Часть четвертая. Правило о семь таково. Осквернившиеся блудодеянием на три года добудут совсем удалены от церковной молитвы. Три года доучаствуют только в слушании Писаний. В иные три лета домолятся с преподающими в покаянии и потом допричащаются святых тайн. Для проходящих же покаяния ревностнее и житием своим показующих возвращение ко благому, позволительно устрояющему полезное в церковном домостроительстве сократить время слушания и скорее приводить он их к обращению. Подобно сократить время и сего и скорее опустить до приобщения сообразно с тем, как он собственным испытанием дознает состояние врачуемого. Ибо как воспрещено повергать бисер перед свиньями, так неуместно было бы и лишать драгоценного бисера того, который через удаление от греха и очищение уже сделался человеком. Беззаконие же, соделываемое прелюбодеянием или другими видами нечистоты, как выше сказано, по всему тем же судом добудет врачуемого, как и грех блудный, но с усугублением времени. При всем такожде добудет наблюдаемо расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистотой блуда, дабы или ранее и позднее подавалось им причастие благо. Григорий Ницкий, четвертое правило. Эпитимья, как прелюбодею. Празднование дня рождения запрещается, ибо таковые пиршества заканчиваются погублением пророка, как на дне рождения Ирода обезглавлен Иоанн Претеча. На день ангела необходимо помолиться в храме или дома, прочесть канон ангелу-хранителю, поблагодарить Бога за сохраненную жизнь, милость Его. Как признак последнего времени есть особо жлостное непослушание детей своим родителям, римлянам 1.30, обуянное духом вседозволенности и разрушения безмотивными преступлениями. Нечистые женщины будут рождать чудовища. Третья книга Езды, 5 глава, 8 стих. Дети обязаны не просто уважать, любить, но благоговейно чтить своих родителей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 20 стих. «И даже под предлогом благочестия не покидай своих родителей, исключение делается только для тех, чьи родители ставят выбор – или мы, или Бог». Цитата. «Если некоторые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей наипаче верных и не воздают подобающей чести родителям, да будут под клятвою». «Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно». Ганский собор, 16 правило. «Жены-убийцы, совершившие аборт, отлученные от церкви на 10 лет, должны знать, что по церковным правилам они отлучены на 10 лет, которые распределяются так, что при словах оглашенные изыдите, они, как и все готовящиеся к окрещению, должны выходить три четверти срока сего, и стоять вне церкви и молиться, и только последнюю четверть срока находиться при богослужении на литургии до конца, но не причащаться». Цитата. «Умышленно погубившая зачатый в аутропе плод подлежит осуждению смертоубийства, тонкого развлечения плода, образовавшегося или еще не образованного, у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только за имевшая родица, но и за то, что наветовало самой себе». По элеку жены от таковых покушений весьма часто умирают. С этим соединяется и погубление плода, как другое убийство от дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины продолжать покаяние их, но принимать их в общение по исполнении десяти лет. Вращевание же измерять не временем, но образом покаяния. Василия Великого правило второе. Лучшая бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы. И прелюбодеянные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, колеблются от ветра, и порывом ветров искоренятся. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожителей, суть свидетели разврата против родителей при допросе их. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет, если и будут они долгожизненные, но будут почитаться за ничто. И поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого, она будет выведена пред собрание, и о детях ее будет исследование. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Книга Сирахова, 23 глава, с 31 по 35 стихи. Дети грешников, бывают дети отвратительные и обращаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Не желай множества негодных детей, и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господне. Не надейся на их жизни, и не напирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых жизнь, наставление и все, что имеют, получили. Благодарность эта состоит в следующем. Во всяких нуждах им помогать, когда не имеют средств, кормить и одевать их. В старости, в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи, как сделали Сим и Иофет, сыновья Ноя, книгам Петия, 9 глава, 23 стих, которые прикрыли наготу отца своего. Так говорится в притчах. Слушайся отца своего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и составится. Книга притчей, 23 глава, 22 стих. Хам, сын того же Ноя, показавший наготу отца своего, был наказан. За непочитание родителей Бог великие наказания определил детям. Первое. Проклятие. Проклят злословящий отца своего и мать свою. Книга второзаконий, 27 глава, 16 стих. Второе. Смерть. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Книга левит. 20 глава, 9 стих. Тихон Задонский. Согласно Слову Божию, прокляты все матершинники, злословящие святое имя Матери, перед которой мы в таком долгу, что если бы, как говорит мудрец, и в пригоршне на огне приготовил для Матери еду, и тогда еще ты ничего великого не воздал за нее, за ее родильные муки. Сирахова, 7, 29. Не потому ли такие злые нынче дети, что они во сне и наяву поют «У меня братишки нет, у меня сестренки нет». И сам того не зная, он воспитывается эгоистом и мстит за своих братишек, сестренок, которые убиты его Матери в ее чреве, сделавшимся для них гробом. Закон Божий, заложенный в совести, влечет к воспоминанию имени Матери в беде в смертный час. И преступник в нарушении заповеди не делать на себе наколок, татуировок, Левита 19, 28, пишет «Не забуду, мать родную». В действительности же следовало бы в душе написать «Я забыл наказ Матери Церкви и Матери, родившей меня, быть добрым, честным, и вот я оказался вдали от добра». Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков. «Если ты прекрасно воспитал своего сына, то он своего, а тот своего, и как бы некая полоса лучших жизней пойдет вперед, получив начало и корень от тебя, и принося тебе плоды попечения о потомках. Если рождаемые тобой дети получат надлежащее воспитание, и твоими заботами наставлены будут добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению. И кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду за их воспитание». Детский возраст нежный. Ребенок быстро усваивает то, что ему говорят, и как печать на воске запечатлевается в душе детей то, что они слышат. Тем самым и жизнь их уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому, если в самом начале, и так сказать, в преддверии, отклонить их от порока и направить на лучший путь, то в будущем это уже обратится в навык и как бы в природу. И они не так легко будут по своей воле уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Те отцы, которые не заботятся о достоинстве и скромности детей, хуже детоубийц, поскольку губят их души. Сорную траву легче вырвать, когда возраст нежнее. Тогда и надо следить, чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали неисправимы. Святой Иоанн Златоуст Если родители не оказывают должного попечения о детях, не учат их разуму, не внушают им добрых правил, то души детей будут взысканы от рук их. Симеон Новый Богослов Садовник привязывает саженцы к колу, укрепленному в земле, чтобы ветер и буря не повалили их. И сучки, если негодные, побеги отсекает, чтобы они не повредили дерево и не сушили его. Поступайте так и вы, с малыми и молодыми вашими детьми, привязывайте сердца их к страху Божию, чтобы не поколебались они от сатанинских козней и не оставили благочестия. Отсекайте растущие в них страсти, чтобы не выросли и не владели ими, и не умертвили внутреннего нового человека, рожденного в Святом Крещении. Ибо видим, что когда дети растут, то являются и растут вместе с ними и греховные страсти, как дикие побеги на дереве. Поэтому, чтобы эти дикие побеги не выросли и не повредили человеку и не погубили его омытого, освященного и оправданного Святым Крещением, необходимо наказанием и учением Господним их отсекать. Отсекайте, возлюбленные, такие побеги в душах детей ваших. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Всяном 6.4 Родителям нужно молиться Богу о своих детях, чтобы сам Он научил страху своему и умудрил во спасение. Примеры добрых дел нужно являть им в самих себе. Юные, да и люди всякого возраста, лучше наставляются доброй жизнью, чем словом. Ибо дети особенно подражают жизни родителей, что замечают в них, то и сами делают. Доброе будет или дурное, но видят. Поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов и пример добродетельной жизни подавать своим детям, если хотят их наставить в добродетели. Иначе ни в чем не преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова. Юность, сама по себе склонная ко всякому злу, требует прилежного наблюдения, доброго воспитания и наставления. Но вместо этого встречает ее великое зло, ядовитый соблазн родительских нравов. Соблазн же, как пожар усиливавшийся, далее и далее распространяется и поедает одушевленные храмы. Горе детям от этого соблазна и сугубое горе родителям, которые вместо полезного учения злым примером, как ядом, заражают юные сердца. Тихон Задонский Гордые, своевольные жены, безвольные, слабохарактерные отцы и обе стороны погрявшие в похоти и безбожии осиротили столько детей, как ни одна война. Количество разводов перевалило 53%, тогда как жена главного идола Вилла Ленина предсказывала, что уже при 17% разводов нас накроет национальная катастрофа. Дети-сироты. Страна-сирот, потерявшая до 100 миллионов насильственно оборванных жизней только с 1917 года. Страна, народ, над которым произведен чудовищный эксперимент по оскотениванию, биологическому уничтожению, стоит на грани духовного и физического вымирания. Ежегодно миллионы абортов, нерожденных гениев, подвижников, нарушен генофонд русского народа. Кто может помочь ему? Только Бог и мы сами. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, восклицал великий златоруст. По научным выкладкам Дмитрия Ивановича Менделеева В 2000 году русских должно было быть до 450 миллионов человек. Сегодня же едва насчитывают 75 миллионов. Где остальные? Всенародное покаяние перед Богом в посте и прахе может дать еще возможности спросить у Бога милости восстановить порушенную семью. Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и потеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сиротец и помощник. Псалом 9, 35 стих. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Исход 22, 22. Сиротом будь как отец. Сирахова 4, 10. Отец сирот и судья вдов Бог. Псалом 67, 6. Он не презрит моления сироты, ни вдовы, когда она будет изливать прошение свое. Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их. Книга Сирахова, 35 глава, 14-15 стихи. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца. А меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Книга Малахия, 3-й, 5-й стих. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова